Артений Петрович, вы поддерживали оппозицию при Тимошенко, вы стояли на одной сцене с Ющенко и поддерживали оранжевую революцию. Вы возглавляли фронт перемен. Вот сейчас как вам все эти перемены, которые происходят со страной? Я имею в виду возможное подписание соглашения с ЕС. Ну для нас-то никаких перемен нет, потому что это политическая позиция демократов на протяжении последних 20 лет. Мы стояли у истоков европейской интеграции и мы всегда ратовали за то, чтобы Украина вернулась к своим историческим корням, это сегодня к Европейскому Союзу. Важно то, что такая перспектива, которая открылась сегодня для Украины, она в принципе историческая. И очень важно, чтобы мы поговорили о том, зачем это надо Украине. Потому что сегодня разговор идет в формате, это не надо России, это необходимо Европейскому Союзу, а где Украина? И тут я убежден, что в первую очередь это интерес Украины, украинского государства и украинского народа. Это не интерес действующего президента, потому что они, кстати, приходили на пророссийских лозунгах во время всех избирательных кампаний, но сегодня они присоединились к украинской оппозиции и поддерживают курс на европейскую интеграцию. Это тот курс, который определило более 60% народа Украины. Люди хотят, чтобы страна раньше или позже присоединилась не просто к образованию, которое называется Европейский Союз, а присоединилась к стандартам. К стандартам образования, к стандартам жизни, к стандартам борьбы с коррупцией, к стандартам выборов, к стандартам честного правительства, к стандартам, которые лучше, нежели те, которые существуют сегодня и в Украине, и у наших соседей. А есть ли у вас уже свое внутреннее понимание, что подписание этого соглашения произойдет в конце ноября в Вильнюсе? Или еще нет такой уверенности? Какие у вас данные? Сделано практически все для того, чтобы соглашение было подписано. На этом пути было десятки вызовов, проблем, начиная от законодательства, которое необходимо принять, и заканчивая ведением переговоров, которые Украина должна была провести. Одно из ключевых обстоятельств, которое пока не решено до сегодняшнего дня, это вопрос прекращения политических преследований и освобождения бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. На протяжении последних двух лет мы предлагали десятки вариантов решения этой проблемы. Сегодня работают наши европейские партнеры. Сегодня есть наша четкая позиция, как можно выйти из этой ситуации, как можно прекратить политические преследования, как можно принять закон, который приемлем для Европейского Союза и для Юлии Тимошенко, как можно принять закон, который Виктор Янукович все-таки сможет подписать. И таким образом ему надо сделать две подписи. Первая подпись под законом о фактическом освобождении направления на лечение Юлии Тимошенко. И вторая подпись. Он сможет подписать соглашение с Европейским Союзом в Вильнюсе. Скорее всего, если не будет помилования, то Юлия Тимошенко не сможет участвовать в выборах 2015 года, либо оставаясь в Германии на протяжении длительного количества времени. Еще я знаю, что будет рассмотрен, вернее, уже внесен в Раду законопроект о том, что люди, которые в течение 10 лет отсутствовали долгое количество месяцев, лет на Украине, не смогут баллотироваться в президенты. То есть минус другой кандидат, сильный Кличко. Получается, остаетесь вы, если у вас президентские амбиции по отношению к 2015 году? Вот в вашем вопросе есть ответ на то, почему Украине надо подписать соглашение с Европейским Союзом. Первое. Имеет ли право народ Украины избирать себе власть? Конечно. Это конституционная норма. Обеспечена ли эта конституционная норма сегодня в Украине? Нет. И именно благодаря тому, что мы начали переговоры с Европейским Союзом, фактически надавив на украинскую власть, мы смогли сегодня огласить дополнительные выборы в пяти округах, где власть в прошлом году просто украла пять мандатов у оппозиции. Второе. В состоянии ли мы без Европейского Союза провести честные и прозрачные выборы в Украине? У меня есть глубокие сомнения. Именно поэтому нам нужны наблюдатели. Именно поэтому нам нужны европейские стандарты. Именно поэтому нам нужно принятие законодательства, которое не даст возможность снять с избирательной гонки любого кандидата, независимо от его рейтинга. Третье. В состоянии ли мы в Украине сегодня провести реформы? Системы образования, медицины, борьбы с коррупцией. Конечно, в состоянии. Только теперь надо найти опыт. Где есть этот опыт? Есть ли этот опыт у России? Есть, но насколько он успешен? Он очень далек от успеха. Есть ли этот опыт у наших европейских партнеров? Да, он есть. Да, он не самый уникальный, он не самый лучший, но он сегодня на нашем пространстве самый эффективный. Понятно. Но, тем не менее, вот мой вопрос, вы на него не ответили прямо. Рассматриваете ли вы для себя участие в президентских выборах в 2015 году? Мы сейчас даже не обсуждаем эту тему, потому что у нас есть наш кандидат. И этот кандидат Юлия Тимошенко. Касательно юридической составляющей, то напомню о том, что согласно украинской конституции, ограничений сегодня, под которые бы подпадала Юлия Тимошенко для регистрации как кандидата в президенты Украины, нет. Такова норма конституции. Не говоря уже о том, что в европейском суде по правам человека рассматривается по сути ее дело, и я уверен в положительном исходе этого дела. То есть вы допускаете, что в 2015 году она будет баллотироваться, и вы ее, естественно, поддержите? Сегодня нет никаких юридических преград для ее регистрации, но есть масса политических. Не просто допускаю, а мы выдвинули Юлию Тимошенко как кандидата в президенты на 2015 год. И эта линия остается у нас четкой и жесткой. Хорошо. То есть вы готовы к тому, что не быть лидером оппозиции в случае выхода Юлии Тимошенко? Не просто готов. А таковы сегодняшние наши политические договоренности с Юлией Тимошенко. И если мы договорились, то это означает, что этот договор будет выполнен от А до Я. Она имеет и политическое, и моральное право быть лидером оппозиции в нашей стране. Она имеет и политическое, и моральное право баллотироваться и выиграть следующие президентские выборы. И я ее поддержу. Скажите, ваша реакция на пересмотр России газовых контрактов с Украиной? Вот недавние заявления о том, что Украина не заплатила за август. Как вы считаете, вот этот инструмент газового давления будет продолжаться? И какие еще вы ждете меры, которые Россия будет использовать по отношению к возможной интеграции Украины в ЕС? Ну, это разговор, который должен касаться не только газа и не столько газа. Потому что да, газ, к огромному сожалению, из энергетического продукта, начиная с 2005 года, превратился в политическое оружие. Насколько это правильно? Считаю, что это абсолютно неправильно. Более того, стиль нашего украино-российского общения за последних несколько лет неприемлем. И в первую очередь со стороны наших российских партнеров. Я считаю, что низко со стороны высшего руководства России угрожать Украине. Это неправильно. Сегодня происходит это? Ну, конечно. Ну, то есть, это неправильный стиль. Вот он, по сути, неправильный. И он не приведет ни к чему хорошим. Конечно, наверное, есть и вопросы, которые Украина должна тоже по-другому раскрыть. Но то экономическое давление, которое продолжается на протяжении последнего почти десятилетия, неприемлемо. Вы вспомнили о газе. Чем мы хуже европейских партнеров России? Российский «Газпром» регулярно предоставляет скидки своим европейским покупателям. Разве это неправда? Правда. Есть еще вторая правда. Украина является самым большим покупателем российского газа в Европе. Простое экономическое правило. Чем больше ты покупаешь, тем меньше у тебя цена. Почему мы не получили такого экономического подхода от наших российских партнеров? Какой прогноз у вас насчет вхождения страны в состав ЕС? Понятно, что соглашение об ассоциации первая ступень. Ну, первое, то, что касается членства Украины в Европейском Союзе. Мы реалисты. Это длительно-срочная перспектива. Ну, я понимаю, что она длительно-срочная. Но когда все равно? Все будет зависеть от того... Не может быть сроков понимания этих сроков? Все будет зависеть от того, как мы будем выполнять нашу работу. Хорошо. Какие вы, как один из лидеров оппозиции, ставите приоритеты в сроках во вхождение в Евросоюз? Понимаете, вот мы с вами только что говорили об ответственности. Я за каждое слово отвечаю. Сказать популярную фразу о том, что, вы знаете, мы в ближайших 3 или 5 лет вступим в Европейский Союз, наверное, она будет популярная на протяжении нескольких минут. Но будет ли она политически ответственная? Нет. Вы в какой ситуации оказались, как представитель оппозиции, один из лидеров, когда Янукович поддержал подписание этого соглашения? Получается, что у вас была такая странная позиция, вы должны были поддержать действующего президента в его решении. Это правильно я понимаю? Вот так происходило. То есть фактически президент принял программу, которую предлагали давно вы. Он перенял у вас эту инициативу. Как вы восприняли это? Вы должны были согласиться, получается, с ним? Ну, мы с этого начинали. Украинские демократические силы на протяжении последних двух десятков лет выступали исключительно за ассоциацию с Европейским Союзом. Янукович выбил у вас немножко, как вы считаете, таким образом? Я считаю, что фактически партия регионов потеряла свой программный тезис, который был у них основной, о интеграции с российской стороной. И переслала на тезис украинской оппозиции. Это намеренно было сделано, чтобы таким спойлером украинской оппозиции представиться? Либо это было сделано из-за необходимости все-таки какой-то? Как вы считаете? Насколько в этом много расчета? Я уверен в том, что для нас и для страны единственный выбор – это ЕС. Что касается персонально действующего президента, задайте ему этот вопрос. Вот в России считался пророссийским кандидат Виктор Янукович. Хотя вот там по разным данным Кремль поддерживал в девятом и десятом годах Тимошенко на президентских выборах. А не Януковича. Вопроса два. Это блеф, что Янукович всегда считался пророссийским кандидатом. И второе, что вы знаете о поддержке Путина Тимошенко на тех выборах десятого года? Наши политические оппоненты – это партия региона и Виктор Янукович – стояли вот на той стороне, которую я вам сказал. То есть это интеграция с СНГ и Россией. Почему же сейчас они стоят? Перестали стоять так резко. Если стояли-стояли, Путина их поддерживала, сейчас перестали стоять. Что произошло? Это русский язык, это антинато. Мы со своих позиций не сдвинулись ни на шаг. Согласен. А что с ними случилось? Если они пророссийские были и все их называли пророссийские, что-то с Виктором Федоровичем случилось? Со страной случилось. Что? Страна хочет идти в Европейский Союз. Ну, страны же есть политики, все-таки нет. И они обязаны выполнять волю народа Украины. Поэтому это изменение в стране.